Крупный план А что было на пленарном заседании? Ну, пленарное заседание там было, если я не ошибусь, президиум 5-6 интересных людей, то есть, включая Дмитрия Николаевича Патрушева, с которым не состоялась беседа, надеюсь продолжится, потому что мы успели буквально там обмолваться двумя словами уже, когда он отходил от пресс-подхода, собственно. Ну, пленарное заседание категорически не рассчитано ни на беседу, ни на задавание вопросов, это, собственно, отчет людей, выступление на тему, как они понимают сельское хозяйство и ситуацию в нем, и люди в зале, которые выслушивают. Нам достаточно представительная публика, то есть, это министры, губернаторы, это главы сельского хозяйства, то есть, крупных объединений. Достаточно интересно. Китаец, прости господи, не помню, как звать китайца, не запоминаю пока еще, из ООН по продовольственной комиссии, сербский товарищ, который нам рассказывал про ситуацию в Сербии, и футурок, если я правильно помню, американский, американка, будем точны, который рассказывал вообще о трендах в сельском хозяйстве, которые существуют. Там было несколько комичных моментов, но где-то минут 40, наверное, с опозданием началось пленарное заседание, ждали Дмитрия Анатольевича Медведева. Он, естественно, появился, великолепно выступил, коротко, емко, объяснил, что мы обречены на процветание, то есть, наша страна, и, ну, дело в том, что тут, Дмитрий Анатольевич, не лукаю нисколько, по размерам, просто размерам территории, просто возможности введения сельского хозяйства, несмотря на то, что у нас много территорий в холодных областях, но все равно у нас запас, мягко говоря, большой, плюс экологическая чистота, которая у нас по-прежнему сохраняется, в отличие, кстати, от того же самого Китая, где большие проблемы с экологией. В общем, все цветется и колоссически. Ну, было... А проблем на этой теме какие-то поднимались на пленарном заседании или нет? Знаешь, я бы так сказал, это все-таки было достаточно пафосное мероприятие, то есть, люди в основном рассказывали об успехах и о перспективах. То есть, критических, критических выступлений или каких-то острых моментов там не поднималось. Повеселил всех у Турова, когда американка и англичанка, я не знаю. Причем, если у китайского выступающего из ООН был английский такой тяжелый для понимания, то ее английский прекрасно слышал себя совершенно. И она рассказывала много вещей, но один момент, который посмешил меня в первую очередь, она рассказывала о том, что набирает тренд еды из насекомых. И так как показывались на всю, естественно, там хорошие свайды, все замечательно, на сцене показывались свайды, где это саранча приготовлены и так далее. И я веселился крайне, потому что в зале сидят директора наших колхозов, то есть наши... То есть они должны сейчас задуматься над тем, чтобы они не завестили еще кого-то. Нет, и самое главное, что это люди из провинции, которые собрались в Москве, а у нас же в стране как устроено. То есть то, что показали в Москве, надо делать на месте. Вот, то есть они посмотрели... Руководство к действию. Да, вот они показали эту саранчу, и, ну, слава богу, модератор, не глупый человек, я не помню, как его зовут, он быстро с интересом говорит, ну, это пока преживимое в нашей стране. Пока не для России. Ну, Дмитрий Анатольевич, я говорю, он замечательно сказал продовольственную безопасность, в которой, кстати, завод ВИАЧ автоматически совершенно вклинивается в это дело, и импорт замещение, в которое мы попадаем точно так же. Поблагодарил всех, но он опоздал, как он объяснил, из-за того, что он открывал как раз саму выставку «Золотая осень». Я на нее попадал в первый раз. Света Занько, которой сейчас, к сожалению, нет, она рассказывала о том, как какое-то количество лет назад она была на этой выставке, там были животные, в общем, сказки были всякие, да. То есть сейчас никаких животных не было, были большое количество москвичей. Часть из них, которая атаковала дегустации со страшной силой, то есть там аппараты по производству мороженого, колбасы, сыры. Мне кажется, туда многие просто ходят обедать. Ну, там не получится уже сейчас, на самом деле, пообедать, но мне понравилось. Почему? Потому что было крайне масштабно. То есть некоторые стенды, вот я помню стенд, допустим, Тульской области, был шикарный совершенно стенд Сбербанка, еще что-то. Причем в Сбербанке они перед камерами напрямую подписывали соглашение о сотрудничестве с областями. Я для Роскомнадзора специально зафиксирую вот этот момент возрастное ограничение выставки «Золотая осень». Ноль плюс я специально узнавала сегодня в оргкомитете. Ну, я надеюсь, что да. С детьми там были люди? Там мороженое. Мороженое продают, прекрасно. Тот разговор, который планировался с Дмитрием Патрушевым, и который не состоялся, перемолвились парой слов. Это какой-то важный разговор? Ну, это, да, это важный разговор. Почему? Потому что мы в любом случае, я имею в виду, говоря, мы в любом случае будем строить под Москвой, в первую очередь, логистический центр. И, естественно, мы заинтересованы и в кредитной поддержке. И, ну, скажем так, Дмитрий Николаевич Патрушев выходит из того банка на поддержку. Сельхозбанк, насколько я помню. Совершенно правильно. На поддержку, которую мы рассчитываем. Ну, я надеюсь, что эта беседа состоится все-таки рано или поздно, в ближайшие месяцы. Плюс вопрос по взаимоотношениям с торговыми сетями, он тоже находится в ведении Дмитрия Николаевича. Тоже его надо обсуждать, потому что, несмотря на то, что вязкий класс в торговых сетях все-таки представлен, и представлен уже сейчас относительно неплохо. Мы имеем в виду крупные федеральные сети. Мы все-таки имеем большие-большие-большие самые разнообразные проблемы с торговыми сетями. Ну, вот в первую очередь, переходя плавно к этому вопросу, в первую очередь по поводу кировских торговых сетей. Там механика чрезвычайно проста. То есть, воспроизводу эту историю, я рассказывал как-то, по-моему, в эфире тоже «Эхо Москвы». Когда я в субботу, как честный обыватель, дохожу в поисках продукции завода «Вятич», дохожу до своего колхозного магнита в поселке Костино, где я живу, дохожу до этого магнита. Не в обиду магниту, потому что это поселок Костино, да? Да. Ну вот, нет, это колхозный поселок, а не колхозный магнит. Нет, я про это говорю, да. Конечно, мы любим магнит, вот, как и всех остальных людей, которые могут помочь нам в этой жизни. Значит, дохожу до этого магнита и пытаюсь там упорно найти продукцию «Вятича». Я ее ищу. Я обычный, вот в данном случае, я обычный, обычный от САХИ потребитель, ничем вообще не отличающийся от миллионов, там, десятков тысяч. Я не могу ее найти в течение 10 или 15 минут. Вот. То есть, если бы генеральный директор завода «Вятич» Илья Николаевич Курагин никак-то не возмущался и не высказывал мне, что я вот почему-то не нашел, мы же там есть, я бы ее не нашел. В итоге, где-то в углу, в замшевом уголке где-то что-то стоит. Где-то спрятано. Да, совершенно правильно. Да, Владимир, сразу вопрос к тебе. Это история только вот с продукцией вашего предприятия или остальные кировские производители, например, в такой же ситуации? Я думаю, что этот вопрос надо ответить. Или ты анализировал только по моему ситуации? Я абсолютно уверен, что... Нет, я анализировал, я в первую очередь, по нам. Конечно, да, я понимаю. Это моя работа. Но я не ошибусь, я уверен в этом, не ошибусь нисколько. Вопрос один надо задавать товарищам Сураеву, товарищу Савиных, в первую очередь. Ну, и КМК, естественно, кто там сейчас рулит, я не знаю, КМК. Но вот этим ребятам задать вопрос, а как у вас представленность в торговых сетях? Я уверен, что ответ будет точно такой же. Отвратительно. То есть у нас Магнит зарезал, сейчас скажу, 18 артикулов. Они просто убрали, снизили до 4. Ну, Магнит мы приводим в пример как федеральную торговую сеть, которая рядом с твоим домом расположена. Куда ты ходишь? Ну, я так понимаю, что в других федеральных сетях примерно такая же история. Ну, в пятерочке, насколько я помню, получше. 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 Красное, белое, мертвое. То есть нам просто категорически не берут. Ну, то есть вот тот вопрос, с которого, собственно говоря, начался тогда разговор с Владимиром Путиным на той памятной прямой линии. А он не ушел. Он, собственно, не ушел никуда-то. Не ушел. Мы решили по классу. Ну, решили относительно. Ну, все-таки как-то движуха пошла. Это интересно. Движ есть. С остальным? Ну, в первую очередь по кировским. Вот анекдот в этом. В первую очередь по кировским. Почему? Потому что тут позиция самих торговых сетей очень интересная. Они определяют, фактически они определяют, что именно будет стоять на столе кировчанина. И в холодильнике. Да, то есть, ну, в холодильнике в первую очередь. Логично так сказать даже. То есть, что будет стоять в холодильнике у кировчанина, решает какой-то менеджер где-то. Вот буквально с утра, я даже не успел это до конца начитать, статья, то притая в этот журнал, но электронный он есть, там статья, посвященная конференции поставщиков магнита и пятерочки. Ну, если кому-то интересно понять, на самом деле, как сейчас работают в России торговые сети, welcome, найдите, не пожалеете. И очень веселым языком рассказано о том, до какого уровня может докатиться. Дело в том, что торговцы, они делают как. Если товар продается хорошо, браво, это торговая сеть. Правильно расположили на полке, как-то привлекли внимание покупателей, нет, или выбрали правильный товар. Нет, нет, вообще, без разницы. Без разницы. Если приносит прибыль, молодца, торговая сеть, молодца. А вот если прибыли нет, или товар залежался, хотя выбирала его и использовала торговая сеть, «Виноват поставщик, у которого товар-то похоже оказался, ой!» И торговые сети всеми способами пытаются сбросить просроченные товары, не платить за них, пытаются вытащить проценты за размещение и так далее. То есть, ну, ты не можешь согласиться с их ценами на закуп, да? У тебя не будет на полке. То есть, и торговые сети... Нет, если бы торговая сеть нормально работала, то есть, действительно, вот товар идет, да? Любой товар, абсолютно, да? Я в Кирове в ноябре будет 23 года, я прекрасно знаю, что кировчане прекрасно покупают тот же КМК, Здраво, того же Сураева. Но кировчане в этом смысле патриоты, многие товары кировские, да? Абсолютно. Но можно говорить о... Пользуются спросом. Да, можно говорить по-разному оценивать венамин, но кировчане любят пищевку, которая работает у них, любят ее. Кировские товары пользуются отличным спросом. Вопрос, если ты хочешь заработать, просто заработать, нормально работая, заработать, почему ты не ставишь кировские товары? Ответ очень простой. Ты можешь получить товары с крупных компаний очень дешево. Плюс они делают, собственно, торговые марки СТМ. Это гибельный, провальный абсолютно путь. Это понимают все поставщики. Ну, я, насколько помню, собственные торговые марки обычно дешевле бывают, чем там тот же вид продукции. Ну, так все очень просто. Это их производство, которые не будут работать, если их не будет в этих торговых сетях. Присутствие торговых сетей в регионе, она достаточно проста, она жесткая, простая, ясная. Торговые сети с ней абсолютно согласились. Если нет 50% татарских товаров на полке той сети в Татарстане, то к этой сети возникает масса вопросов. Просто по поводу того, как они собираются ли они вообще работают в Татарстане. Ну, последний пример, по-моему, с пятерочкой, которые быстро объяснили, что, ребят, ну, вы... Либо вы работаете... Либо вы работаете, либо... И поддерживаете, в том числе и наших производителей, либо до свидания, да? То есть многие говорили, что методы, которыми работают в Татарстане, это не наши методы, это чересчур и так далее. Ну, если честно, положа руку на сердце, в этой ситуации я бы все-таки взял пример. А я правильно понимаю, что это все можно регламентировать законным совершенно образом? То есть все эти вещи, они прописываются как-то на региональном уровне, да, или нет? Мы сделали катастрофическую ошибку, ну, это надо сказать спасибо библиотеку и нынешнему бывшему губернатору Никите Юрьевичу, значит, который завел в регион торговые сети. Но если в Пензе, перед тем, как ты заводишь торговую сеть, ты прописываешь все условия, по которым торговая сеть существует, в частности, она делает это, 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 поддерживает местных, столько-то места выделяется для местных, в любом случае. Никита Юрьевич ничего этого не сделал, он просто забил этих ребят. Ну, у него стояла задача тогда завести, потому что я помню прекрасно разговоры кировчан, в том числе в социальных сетях, о том, что, почему в Киров вообще никто не идет. Ну, вот они пришли. Вот они пришли. Но ведь сейчас можно исправить ситуацию. То есть, я так понимаю, что документы-то, извините, там, не каленым железом, где-то выбиты. Для этого нужна политическая воля. Совершенно правильно. С политической волей сразу вопрос. Недели три, когда была прямая линия у Игоря Вадимовича, помнишь? Угу, да. Сказала она. Отлично. Ну, круглый стол, по-моему, не состоялся. Или я ошибаюсь? Так вот, вопрос. Круглый стол не состоялся. Почему? Это не надо губернатору, я сомневаюсь. Мне кажется, может быть, у него расписание такое, что надо планировать месяца на три, на четыре вперед. Ну, хорошо, но уже месяца полтора-то прошло. Хорошо, мы зададим этот вопрос. К сожалению, сейчас вот, ну, невозможно никак. Вот, и второй момент. Светлана точно самая, она делала, она, как заявилась, делала запрос в Магнит по поводу представленности как раз кировских товаров. Неделя бралась на то, чтобы получить ответ от Магнита. И где? Вот я сейчас, как Света всегда очень болезненно реагирует, я включаю Владимира Вольфовича. И, Света, где ответ на этот вопрос? Я не понимаю. Где ответ на запрос в Магнит? Я не понимаю. Я спрошу Светлану, когда она вернется с мероприятий с Росрау. Обязательно. Окей, ну, вот ситуация с торговыми сетями, она такова. То есть ее в любом случае надо будет решать. Потому что она не интересна ни кировчанам, не интересна ни производителям. И, по большому счету, не интересна никому, исключая сами торговые сети. Ну, вот так будет. Печальная ситуация, но я все-таки надеюсь, что круглый стол состоится. И, может быть, будут какие-то положительные результаты и для кировчан, и для наших производителей. Двигаемся дальше. 1 ноября в продажу выходит новый сорт безалкогольного пива «Зеленый 31». Продукт появился по результатам опроса кировчана, которым мы рассказывали, который проводил Вятич. Это так? Абсолютно все верно. «Зеленый 31» – оно безалкогольное. Еще раз подчеркнем. Это важно. Да, это очень важно. Уникальность его в том, что у него 31 срок годности. 31 день. Да. Это самое свежее, безалкогольное, которое может существовать, в принципе, на рынке Кировской области. То есть, видя «Зеленый 31», вы понимаете, что это самое свежее, что существует в радиусе 500 километров минимум. То есть, опрос проведен, опрос хороший, мне понравилось. То есть, там, боюсь, вот сейчас эти цифры я попробую вспомнить, там порядка, около, ближе к тысяче, там 800 с чем-то анкет. Меня очень удивило, что они собрали так вот. Почти 2000 анкет. Нет, анкет не 2000, там 800 анкет. А 800 анкет. А вот телефонных опросов, там под десятку где-то шла. То есть, мы опросили, грубо говоря, ну, вот грубо говоря, и мы не ошибемся, около 10 тысяч человек. То есть, вот эти 10 тысяч человек, абсолютно, вот на сайте там, по-моему, точные данные уже повесили. Но подавляющее большинство высказывалось за то, что безалкогольное пиво должно быть свежим. Потом был выделен нефильтрованность. И третье, по-моему, была карбонизация. Ну, по-русски говоря, это минимальное количество пены. Вот эти качества и были учтены. То есть, все-таки, на самом деле, получилось как. Взяли то, что наливали во время, и наливают во время экскурсий. Экскурсии на вятичи – это легендарная вещь. Это зеленое оно называется, потому что это напиток, который не подвергался ни пастеризации, ни фильтрации. С ним ничего не происходило. У экскурсии на вятичи есть возрастное ограничение? Конечно. Сколько? Я думаю, что оно в 18+. В 18+. Да, скорее. Ну, нет, там есть детские, которые рассчитаны на квасное. Там раньше, конечно. Дальше суть очень простая. То есть, взяли вот это зеленое легендарное, сделали его безалкогольным, и запустили сейчас в продажу. Но оно выйдет 1-го числа, то есть, 28-го, по-моему, разливается партия. 1-го числа оно появится во всех глобусах. Угу, магазины глобусы, так. И мы увидим рекламу, первую волну рекламы, увидим буквально начало на этой неделе. То есть, где-то, я думаю, что с понедельника уже все будет запущено. Что именно мы увидим? То есть, мы увидим наружку, мы увидим ролики, мы увидим аудио, видеоролики увидим. Мы на телевидении в глобусе и в интернете, скорее всего, там отдельный вопрос, как мы будем обходить ограничения и все остальное. Но обойдем их. Вот, услышим аудио и увидим текстовые вещи какие-то. То есть, все, что пока можно будет сделать, мы запустим. Но обойдем ограничения, это, наверное, не совсем верно, но как-то попробуйте вписаться в рамки закона. Вот так бы я сказал. Ну, нет, дело в том, что на самом деле, нет, смотри, например, на Ютубе там любой показ пива, вот любой. Безалкогольного. И безалкогольного. Безалкогольного. Да, 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 хорошо. Вот любой показ напитка блокируется. То есть, с этим ничего нельзя сделать и делать мы не будем. То есть, это будет просто сами персонажи, сами своганы, все. В рамках закона? Да, совершенно правильно. Так, каким-то образом обратную связь по выходу нового сорта вы от кировчан собираетесь получать? Конечно. Каким образом? Мы увидим это в цифрах продаж. О, вот. Да. Самая верная история. Ну, конечно. Дальше еще хотела спросить по поводу того, что происходит непосредственно вот там у вас на заводе, на улице Блюхера, да, пивные ванны. Хорошо. Такая история, я слышала про нее, да. Я прошу прощения сразу же, я должна тоже обозначить, что мы хоть и называем их так, но пива там нет. Там пивное сусво, то есть алкоголь отсутствует, поэтому, товарищи, плюхайтесь в ванну, вам будет счастье. Это, насколько я читал справки, это зародилась Чехословакия, ну, Чехия и Германия. Сейчас это популярная СПА, причем популярная, очень большая популярность, как ни странно, в Лондоне. То есть, как сказать по-русски-то, не омолаживающий, не оздоравливающий. Мы не можем такие вещи так говорить. Расслабляющий какой-то, да? Ну, да. Вот такой какой-то эффект. Да, то есть, какой-то расслабляющий, то есть, по легенде, то есть, легенду я эту запомню, вот, как изобрели эти ванны в Чехии, когда рабочий, страдавший там позвоночником спиной еще чем-то, упал в чан с этим сусвом и вышел оттуда просто помолодевший, покрасивейший. Просто русские народные сказки вспоминали. Совершенно правильно. Да, 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 да. Сейчас это запущено. Насколько эта аудитория будет интересна в Кирове? Насколько большое количество людей воспользуется этим, мы не знаем. Но, по крайней мере, это уникальная услуга для Кирова. Это новая, это интересно. И чем, черт не шут, я сам попробую на старости лет, да, залезть туда. Что будет, не знаю, честно тебе скажу. Как-то я с опаской к таким вещам отношусь. Но рискнуть можно один раз, мне кажется. Главное, не кипятить. Да, нет, вроде бы там все сделано, я смотрел внутренности еще, когда шел ремонт. Вроде бы там сделано все на очень приличном, таком хорошем европейском уровне. Это для взрослых истории? Да. Для взрослых истории? Конечно, конечно. Не для детей. Еще одна важная такая новость, которую мы успеем, я думаю, озвучить. Это событие в следующем году, оно состоится. Это юбилей Отто Шнейдера, основателя завода. Отто... Шнейдер или Шнайдер? Я вот все время... На заводе принято говорить Шнейдер. Шнейдер. Хотя, на самом деле, можно говорить и Шнейдер, ничего страшного не будет. Карл Отто Шнейдер. Если я правильно помню, урожение... Баварии не Баварии, или Саксон, как Кобурского. Откуда-то оттуда. Вот, к концу 19 века Шнейдер оказался здесь. Его, как его выписали. Ну, как выписывали в России всегда специалистов. Причем, я смотрел послужной список, он действительно впечатляет. Например, он работал на англичан. То есть, ну, это о чем-то говорит. То есть, если немца вытащили в Англию, то это как-то о чем-то свидетельствует. И в какой-то момент, насколько я понимаю, он понял, что и коммерческих способностей, и опыта у него хватит для того, чтобы начать собственное дело. И в 1903 году он, поняв, что у него и коммерческая жилка, и опыт в производстве существует, он приехал в Ятку, основал здесь завод. Все прекрасно. Там связаны несколько легенды с поиском места. Как он нашел это место, там призрак отца явился. Вот. И как он это серебро закинул фамильное в первую скважину. Это все вот такие легенды за округ завода. И на экскурсиях рассказывать не было. Да, но это молодец. Он действительно поставлял продукты императорскому двору. У него он поставщик императорской фамилии. Такой лейбл он себе выбил. Но у него не очень легкая судьба. Нелегкая судьба. Потому что при начале войны 1914 года, Первая мировая, как немецкие подданные, у него возникли куча проблем. Это понятно совершенно. И после революции он, собственно, драпальнул отсюда. Тебя обратно в Германию. Но слава тебе. Оставив все. Оставив завод. Вот самое главное. Ну, мы будем отмечать. Отмечать, насколько масштабно, неизвестно. Мы гарантированно совершенно выпустим новый сорт. Безалкогольного, естественно. И только его, который мы можем говорить на радио. Я предполагаю, что это будет невиданное чудо. То есть, русский имперский стаут безалкогольный. Все любители пива поймут меня. Нестандартная бутылка. Этикетка со Шнейдером. И я надеюсь, я очень хочу это сделать, чтобы Карл Отто поздравил кировчан в этом году с Новым годом. С 19-го на 20-й? С 19-го на 20-й. То есть, с 20-м Новым годом. Да, с 20-м. Почему? Потому что я смотрел альбомы, которые сохранились, где его фотографии, там, его с семьей. Карл Отто Шнейдер удивительно похож. Есть такой там ракурс, удивительно похож на Деда Мороза. Я считаю, что этот скромный немецкий Дед Мороз поздравит кировчан просто прекрасно под этот Новый год. По своим 150-летиям. В каком формате это будет, пока непонятно. Ну, есть какие-то мысли на тему видеороликов, да? Посмотрим, что это будет, да. Хорошо. И это будет единственное мероприятие, приуроченное к 150-летию за день рождения? Или что-то еще будет? Я очень надеюсь, что нам удастся все-таки, хотя это чрезвычайно деньгоемкое, ну, чрезвычайно это, я думаю, там сумма выскакивает где-то в районе 5-6-10 миллионов, да? То есть фестиваль, который мы сможем провести в Кирове, то есть это, я не знаю, удастся ли это сделать, потому что действительно это серьезные какие-то... Этот фестиваль будет возрастное ограничение у него вообще когда планируете? 12 или 16, потому что безалкогольное пиво мы там, конечно, будем, да. Ну, квас, наверное, да. Ну, квас вообще там 6, наверное, да. Ну, ограничение у нас, скорее всего, там, поставим, давай, 16 плюс. 16 плюс? Хорошо. Ну, пока мероприятия нет, еще сложно определить. Более чем трудно. Будем надеяться, что угадали. Безалкогольный русский имперский стаут и фестиваль – это то, что бы хотелось видеть по поводу Шнейдера в следующем году. Ну, там посмотрим. Есть еще пару задумок «Вятич» анонсируемых. Хорошо. Благодарю Владимиру Маматова, пресс-секретаря завода «Вятич». Программа «Крупный план» на этом завершается, но не последняя наша встреча в эфире. Я надеюсь, увидимся в новостях, расскажем. Да, все, Аня, спасибо большое. До свидания, спасибо. Сетевой журнал «Топритейл» – ограничение 16 плюс. Детские экскурсии на «Вятиче» – возрастное ограничение 6 плюс. Крупный план. Круп force. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...